Мы теперь прожиточный минимум считаем не от товаров, которые нужно купить, чтобы физически выжить, а мы считаем от средней медианной заработной платы. Вы знаете, я стараюсь не смотреть порнографию, особенно политическую. Если такие люди, как Венедиктов, агитируют за электронное голосование, для меня это юридическое доказательство того, что это мошенничество. Они людей испугались и решили изобразить себя демократом. Пункт первый. Единоросс должен сидеть на колу. Они в правительство. Деликатная формулировка. Отдать под суд за членство в организованной преступной группировке. Мы на выборы не пойдем, выборы будут фальсифицированы. Я говорю, ребят, вы тем самым отдаете свой голос Единой России. Ну и хрен с ними, мы их все равно скоро будем сажать на колу. Если человек после медицинской процедуры заболеет, то его весьма вероятно будут сажать за мошенничество, потому что будут рассматривать факт болезни как факт подделки. Человек ждет услышать то, что касается его. Ничто должно делать государство. Ничто он должен требовать от государства. А что ему конкретно делать? Понятно. Возвращаемся к экономике. Смотрите, если у нас сейчас так бешеными темпами росли цены на продукты, даже если сейчас рост цены остановится, ведь это означает резкий рост прожиточного минимума. То есть то, что принималось там в начале года, утверждалось, даже в конце 20-го года прожиточный минимум утверждается? Да. Слушаю. Вот, пожалуйста, не нужно путать. Российское государство специально для того, чтобы рост цен не вел к росту прожиточного минимума, приняло решение, что мы теперь живем по-европейски. Мы теперь прожиточный минимум считаем не от товаров, которые нужно купить, чтобы физически выжить, а мы считаем от средней медианной заработной платы. Средняя медианная заработная плата считается очень плохо, очень несовершенна. Подождите, то есть вы хотите сказать, что прожиточный минимум сейчас вообще ничего не значит? А прожиточный минимум утратил всякую связь с реальностью. То есть по логике прожиточный минимум – это та сумма, которой хватит на оплату коммуналки, на еду, на минимальный набор каких-то лекарств? Ну, очень давно это было отменено, потому что прожиточный минимум стал считаться минимум еды, умноженной на 2, по-моему. Какие-то коэффициенты разные. И считалось, что этого достаточно, непонятно почему. Абсолютно произвольное решение, из-за которого калорийность прожиточного минимума была ниже, чем у… он сопоставима с тем, что немецкие военнопленные получают в советских лагерях. Когда это повторил в 100 тысяч 500 раз, начальству надоело это слушать, что они, граждане в России, относятся хуже, чем Сталин к фашистам. И они отвязали прожиточный минимум от всякой связи с реальностью. Вот в Европе, в социальных государствах, прожиточный минимум – это определенный процент от средней заработной платы, от среднего дохода. У нас то же самое. Поэтому у нас теперь прожиточный минимум связан не с тем, как растут цены на еду, а он связан с тем, сколько олигархи готовы отдать людям. Это же вообще бессмысленная величина. Нет, это не бессмысленная. Она не отражает, можешь ты прожить, не можешь ты прожить. Эта величина отражает желание правящего класса России поскорее выморить население России, чтобы его можно было быстрее заменять гастробетом. На мой взгляд, так. Ну и понятное дело, что повышать этот ПМ на основе роста цен никто не собирается. Нет, зачем? Будет повышать на основе роста средней заработной платы. Причем средняя заработная плата, которая считается настолько сложным способом, что можно рисовать практически все, что угодно. Вы видели, Михаил Геннадьевич, рекламу, предвыборный ролик «Единая Россия»? Да, извините, ведь средняя медиана, как считается средняя арифметическая? Берем Абрамовича, берем уборщицу, складываем, делим пополам, если совсем грубо. Это считается средняя медиана. Это уровень заработной платы, выше которой получают половину людей и ниже которой получают половину людей. Чтобы количество людей, которые получают больше и меньше, было равно. Поэтому медиана. Ну, понимаете, это безумно сложно посчитать. Это безумно сложно посчитать даже абсолютно добросовестно. А уж если считать, исходя из интересов сокращения бюджетных расходов, так это вообще одно удовольствие. Вот у нас сейчас реальный прожиточный минимум 31 тысяча рублей. Справедливая Россия заказала ученым, и мы тогда думали 25 тысяч рублей, исходя из повседневной жизни. Ученые считают 31 тысячу рублей, а социологи Академии НЛ. Ну, правда, они считали оплату лекарств. Час от часу не легче. Михаил Игоревич, вы видели предвыборный ролик «Единая Россия»? Типа народную программу они решили делать. Знаете, я стараюсь смотреть про награды. Особенно политически. Так вот ролик примечательный. Они там как раз призывают. Выбирай, выбирай, дорогой избиратель. Что ты хочешь, чтобы мы сделали для тебя? Хочешь, мы тебе детских садиков построим? Хочешь, спортивных площадок? Хочешь, мрот поднимем? Что нужно в твоем регионе? Вот этим мы и займемся. У меня сразу возникают вопросы. То есть люди в каждом регионе будут голосовать за что-то свое. Везде будут разные мроты. Где-то построят детские садики, где-то нет. Наоборот, построят спортивные площадки. То есть феодальная раздробленность у нас будет усугубляться. Во-вторых, почему это на основе хотелок людей вы собираетесь поднимать тот же мрот? Пенсионный возраст на основе желания людей вы не сохранили. А мрот вы вдруг решили перед выборами сохранить. Михаил Георгиевич, жаль, конечно, что вы не видели этот ролик. Потому что мне кажется, что это шедевр. Наверное, это шедевр. У них много денег на оплату политтехнологов. Точнее, у них открытый бюджет. У меня такое ощущение, по крайней мере, в Москве. Но я скажу просто. Вы знаете, на самом деле, людей нужно слушать. Это называется демократия. Действительно, Единая Россия – самая формальная демократическая партия в России. Только у нее есть праймерис. Это правда. И мы прекрасно знаем, что фальсификация выборов не ограничивается выборами. Люди жалуются на фальсификацию праймерис тоже. Ну, как бы, нельзя. Вот здесь мы фальсифицируем. Ну да, это известный случай, что во время праймерис некоторые люди фиксировали заход на их госуслуги с подозрительных вообще мест. Человек живет в Москве, а заходили из Челябинска. Ну, чего только не было. И если вы думаете, что вы, как пенсионер, будете голосовать через госуслуги сейчас, через интернет-голосование, ну, послушайте, если такие люди, как Венедиктов, агитируют за электронное голосование, ну, для меня это юридическое доказательство того, что это мошенничество. Это мошенничество. Потому что если за это голосуют люди с репутацией, агитируют люди с репутацией Венедиктов, это мошенничество, с моей точки зрения. Ну, идея хорошая, идея правильная. Ну, вот, как бы, есть какие-то деньги. Вот мы здесь построим детскую площадку или построим, так сказать, место скалодрома или скейт-по. Не-не, Михаил Геннадьевич, сама постановка вопроса. Сама постановка вопроса. Они у власти 20 лет, они не построили ни детских садов, они не знают, сколько нужен людям род. Подождите. Они 20 лет людей не боялись. А сейчас они решили показать. Люди, они людей испугались и решили изобразить себя демократами. Есть один простой принцип, критерий. По итогам этого всенародного голосования, обсуждения, будут собраны некоторые наказы, будет разработана программа. А вот не нужно читать всю программу, на самом деле, чтобы прочитать первый пункт. Если первый пункт будет заключаться в следующем. Всех единородцев под суд. По факту принадлежности к организованной преступной группировке. Если это будет написано в программе партии «Единая Россия», то это честное голосование. Потому что мы все с людьми общаемся, мы все понимаем, что у всех есть разные взгляды, но при этом кто-то коммунист, кто-то монархист, кто-то либерал. Но есть вещи, в которых народ России абсолютно един. В экономике я это расписал на 20 пунктах, но пункт первый. Единородс должен сидеть на колу, а не в правительство. Понятно, что это написать словами нельзя. Поэтому деликатная формулировка «отдать под суд за членство в организованной преступной группировке». Если это первый пункт есть, то это правдивая программа. Если это не первый пункт, а в 20-70-й, то это вранье. Шикарная формулировка «Единородс должен сидеть на колу». Мы пустим это в заголовок. Вопросительный знак, потому что иначе это будет призыв к насилию. Нет, никаких призывов. Нет, только под знаком вопроса. Но, понимаете, если в 2004 году не объясняли таксистам, что такое справедливость, вот стоят фонари и на каждой висит по чиновнику, то сейчас это уже не чиновники. Сейчас «Единая Россия» свою историческую миссию выполнила. Она стала могучим инструментом, отвлекающим народный гнев, народный протест на негодный объект от реальных хозяев страны. Вот сейчас фонари на каждом по «Единородсу». Это люди, ну, естественно, я не говорю на эти темы с выходцами из Средней Азии, потому что я лет пять назад довольно много разговаривал, и там было, как раз это было время расцвета запрещенного у нас ИГИЛа, и люди реально мечтали, что вот ИГИЛ освободит их страны, и можно будет вернуться домой. К нормальной жизни, как один из них выразился. Но я общаюсь с гражданами, сейчас это вообще избирательная компания, поэтому я с людьми общаюсь больше, чем обычно. Расскажите, кстати, что люди хотят, как они понимают сейчас справедливость, какие у них основные запросы. Так и 17 лет назад люди категорически не верят ни во что хорошее. То есть когда я начинаю рассказывать про прожиточный минимум в 31 тысячу рублей, когда я начинаю рассказывать про справедливый базовый доход 10 тысяч, вот люди слышат плохое, говорят, а, то есть вы хотите, чтобы я получал 10 тысяч рублей, ни копейка больше? Не-не-не, если вы малоимущая семья с детьми, то вам на каждого члена семьи доплачивается 10 тысяч сверху. Пока мы разберемся, потому что довольно сложно администрировать гарантированные прожиточные минимумы, реально технические дачи. Вот когда они понимают, что это не про ограбить, а про дать, они выключаются, люди выключаются. Ну это, к сожалению... В сердцем крае, когда у меня был пункт в программе, я очень ответил, говорю, ребят, я, в принципе, зарабатываю, и у меня пункт, что депутат Госдумы должен получать среднюю зарплату по стране. Это выше, чем вы получаете, в полтора-два раза, но все равно среднюю зарплату по стране. Не 300 тысяч, а 36. На этом разговор заканчивался, потому что люди понимали, что перед ними стоит человек не от мира силы, к сожалению. Значит, дальше, мы на выборы не пойдем, выборы будут фальсифицированы. Я говорю, ребят, ну вы тем самым отдаете свой голос Единой России, ну и хрен с ними, мы их все равно скоро, так сказать, будем сажать на куб. Я говорю, ребят, ну поймите, что так нехорошо, и там много хороших людей, да, да, там много хороших людей, вот мы этого знаем, мы этого знаем, они все хорошие люди, но в целом это ужасно. Я говорю, ребят, ну давайте что-нибудь позитивненькое. Нет. Вот реально, на что люди реагируют? Первое, пересмотр итогов приватизации. Но это, наверное, люди более старшего возраста, правильно? Не только. Есть определенная группа молодежи, которые реагируют, потому что это люди думающие, они понимают, что у них нет будущего, потому что родители приватизировали хотя бы квартиру, а им уже ничего не досталось. И пересмотр итогов приватизации – это возможность получить рабочее место. Дальше. Самое главное. Ребят, вы поймете, что медицинские опыты на детях будут ставить, если «Единая Россия» вас не испугается. Вот тут задумываются. И вторая вещь – это слова-процентка. Ребята, пожалуйста, поймите, что если человек после медицинской процедуры заболеет, то его, весьма вероятно, будут сажать за мошенничество, потому что будут рассматривать факт болезни как факт подделки. И это тоже народ задумывается, потому что у всех огромное количество людей, которые после вакцинации заболели и просто очень тяжело это дело перенесли. Это вот у всех есть. Ну как бы я был поражен, у меня много знакомых депутатов, ну и много чиновников, они люди в целом ответственные, они все по-честному проходили через эту процедуру. У кого я знаю? И один из людей, которых я здесь называл сегодня, он сказал так. Он сказал, блин, лучше бы я переболел короной, чем так ломаться после медицинских опытов. Но, тем не менее, я разговариваю с людьми, убедился, что очень у многих люди, которые погибли от отказа в медицинской помощи в ходе коронабисия, люди, которые погибли от других болезней, но в связи с оптимизированной системой. В связи с тем, что под прикрытием коронабисия им перестали оказывать медицинскую помощь. Вот у меня примерно 10 человек погибло в ходе коронабисия, один только погиб от короны. То ему было за 70, у него был диабет, он очень плохо выглядел, но он погиб от короны. Он погиб на ЭВМ. А все остальные погибли. Или человек оказался заперт на самоизоляции и спился на жаре ударными темпами и допился до инсульта. Или отказ медицинской помощи. Там онкология, там много чего людей было. Это Москва, понимаете? Это Москва, это не тайга, где и так медицинскую помощь имела. И второе, у людей есть люди, которые прошли медицинскую процедуру, и они не на уровне пропаганды, не за, не против, они на уровне своих знакомых понимают, что эта штука такая довольно рискованная, скажем так. При этом я сам вакцинировался, у меня все замечательно. Вот, смотрите, у меня все в порядке, вы что, не боитесь? Ой, блин, боюсь, потому что вот тот родственник, и тот знакомый, и друг приятеля, в общем, ну как бы все друг друга спрашивают. И как бы один случай на тысячу человек, о нем будет знать вся эта тысяча человек. Вот, то есть касается того, что, первое, люди не верят ни во что хорошее, ни от кого. Но, к сожалению, это та реальность, с которой мы работаем. Это возможность самозащиты от больших неприятностей, которые готовят власть. И люди верят в возможность справедливости, негативность, скажем, путем пересмотра итогов. То есть они говорят, нет, парень, у тебя сейчас ничего не получится, мы понимаем, но пусть хоть кто-то об этом будет болтать. Вот так говорят. Второе. Социологический опрос проводится разными группами, методы примерно одинаковые. Я не могу сказать опрос, который проводила «Справедливая Россия», но я могу сказать опрос, который провели мои беспартийные хорошие знакомые. Они вообще политически нейтральны. Они меня прокляли, когда я пошел в «Справедливую Россию», потому что я пошел в систему. Я говорю, ребята, вы поймите, я из системы-то не выходил. У меня 13 лет гастажа на таких должностях, так что кадровик встал, когда читал мое дело. Итак, за три недели доля собравшихся голосовать – это разные места Москвы, люди, которые идут мимо метро. Значит, значительная часть не отвечает на вопросы, просто не вступает в разговор. Это важно. Это первая зона неопределенности. Второе. Примерно сбалансировано по составу половому и возрастному, но не сбалансировано по социальному. Потому что, скажем, меня, я на вопросы не отвечаю. Причем, если я пойду в костюме, то ко мне никто и не подойдет. Если я пойду в шортиках мальчики на выпуск, ко мне тоже никто не подойдет, правда, уже по другой причине. То есть это нерепрезентативно по социальной структуре. Да и Москва очень разная. Но, тем не менее, доля собравшихся голосовать за три недели выросло с 44 до 52 процентов. И это я вижу люди... А на каком фоне происходит этот рост? О чем люди думают? Что их беспокоит? Во-первых, три недели назад люди думали только об отдыхе. Так. Сейчас уже начинается подготовка детей к школе, лето заканчивается. Через три недели, когда проводился этот опрос, уже первое сентября, уже люди начинают задумываться о жизни. Я, на самом деле, обратил внимание, что вот за последний конкретно месяц, от недели к неделю, вообще количество новостей снижается. И можно списать это на то, что просто август и все там журналисты, пиарщики, пресс-секретари просто на отдыхе. Но год назад, два года назад такого не было. То есть им говорят, ребята, заткнись. Россия сушит ярко. Это очень четко видно. Но, по крайней мере, в Москве это не проявляется. Ну, правда, надо сказать, что люди, которые отдыхают, они около метро не ходят. Дальше. 30% не знают, за кого будут голосовать. То есть это те, за кого сейчас будут бороться. КПРФ 26%. Справедливая Россия 14%. Я подчеркиваю, это люди, которые крайне агрессивно относятся к Справедливой России, проводили опрос. То есть я думаю, что это не столько за Справедливую Россию, это люди, которые за коммунизм, но против Зюганова. Вот так вот. Да, есть такая проблема. Люди, которых оттолкнул от себя с одной стороны Рашкин, а с другой стороны Леня чуть не сказал Голубкова. Единая Россия 10%. Тоже не нужно доверять этому проценту, потому что людям стыдно сказать, что они единороссы. Что они голубые, что они лесбиянки, сказать уже не стыдно. А правда, не во всех социальных группах. А вот что они единороссы, стыдно во всех социальных группах сказать. А ЛДПР 8%. Это проводит впечатление правды, потому что ЛДПР в Москве не заходит. Яблоко и партия пенсионеров по 3%. Что-то маловато, потому что партия пенсионеров популярна. И сейчас все садовое кольцо, их плакатами увешали. А яблоко, но все равно, есть эти 15% либералов, за которых нужно кому-то голосовать. Я это списывал на то, что собирали ребята рабоче-крестьянского вида, хотя студенты, и от них чистая публика в лице яблочников просто шарахлется. И не то этническое происхождение. А вот для либералов этнос это очень, значит, так я убедился. Остальные 8 партий в сумме 6%. То есть РПСС по этому опросу пролетает. РПСС по этому опросу просто не видно. Причем люди писали так. Партия, полное название, потом в скобочках сокращенное название, и дальше имя вождя. То есть коммунистическая партия Российской Федерации, в скобочках КПРФ, в скобочке закрываются, и Зюган. Российская партия Свобода и Справедливости, в скобочках РПСС, дальше Шевченко. То есть была и фамилия Шевченко, и РПСС. Но это опять-таки результат того, что партия из интернета так выйти не смогла. Это то, о чем я говорил. Когда я думал, они уйтили мне в РПСС, потому что проект был очень красивый, я просто взял паузу и посмотрел, как они работают. И обнаружил, что они не работают. Когда я об этом сказал на всех углах, мне написали разъяренные пиарщики, а вот у нас есть сайт, который только для зарегистрирования. Ну, понимаете, да? Да, мы с вами неоднократно обсуждали недостаток пиар-работы и у КПРФ, и у Справедливой России. Они мне уже перестали присылать даже рассылки на Шевченко. Они мне раза три присылали ссылки на стримы Шевченко. Я с большим удовольствием Максима Леонидовича смотрел. Сейчас они мне даже их перестали присылать. То есть, ну, понимаете, если люди не создают интернет-партии, не создают свое интернет-пространство, это КПРФ может иметь слабое интернет-пространство, она живая партия. Справедливая Россия может иметь слабый сайт, когда на него заходят современные программеры, они начинают плакать. И говорят, господи, господи, мы в музее, а дедушка Ньютон тоже член вашей партии. Но при этом партия существует на уровне, так сказать, представления справедливости, на уровне людей. А если партия выходит из интернета, она должна быть в интернете структурирована, должно быть так, чтобы я захожу в интернет, я не могу пройти мимо нее. А это Единая Россия так устроена на самом деле. Я не могу в интернете пройти мимо Единой России в соцсетях ТОР. Вот. Так что вот ситуация на сегодняшний день. Она будет меняться. Четко сфиксируют, что КПРФ будет иметь меньше, может, ее будут резать всеми методами. Да и товарищ Рашкин ее дискредитирует страшно на самом деле. А почему? Что вы имеете в виду? Понимаете, вот сидят абсолютно нейтральные люди. которые тоже левые, да, они в Справедливой России, но они с большой симпатией относятся к КПРФ. И говорят, мы, блин, с КПРФ расходимся по единственному пункту. Там в КПРФ есть сталинисты. Я говорю, ребят, ну это же не актуально. Нет, ну конечно это не актуально, но вот там у них есть сталинисты. Я говорю, ребят, а у нас в Справедливой России нет сталинистов? Да, блин, у нас тоже есть сталинисты. Так чего ж вы? Ну понимаешь, то есть как бы мы были двумя частями единого целого. По большому счету. Ну левый фронт такой. Да, и когда объясняешь людям, вот голосуйте в Справедливую Россию, первая мысль, так, вы все-таки не едина Россия. Нет, мы точно не едина Россия, вот мы всегда голосуем строго противоположно. А, так вы КПРФ что ли? Я говорю, нет, понимаешь, мы бы конечно были рады быть коммунистами, но вот Зюганов, с моей точки зрения, меня дважды кидал, третий раз не кинет. Ну в общем, вы КПРФ, только вы подемократичнее. А, товарищ, пришел товарищ Рашкин и стал рассказывать, какая справедливая Россия козлы. Причем, как бы, нас есть за что ругать, я их не спорю, и как бы, лучше других знают, за что нас ругать. Это было замечательно, когда я написал справочку о том, какие есть уязвимости в пропагандистской, так сказать, политике справедливой России, и эту справочку раздали тем, кто как бы эти уязвимости распорял. Ну, бытовой идиотизм имеет место, бюрократические такие ошибочки, но не суть. На вас за это обиделись сильно? Не, на меня не обиделись. Как бы, понимаете, люди объективно, они смотрят, да, это правда. Это правда. Но если это правда, значит, не надо работать, а что на зеркало-то пинять? Или нет, это вообще неправда. Но если человек несет бред, то с какой стати на него вообще реагируете, вы это бред, и так все знают, что это бред. Вот товарищ Рашкин начал нести бред, начал рассказывать, что справедливая Россия голосует совсем не так, как она голосовала на самом деле. Вот. И сейчас как бы решается вопрос, подавать на него в суд или нет. Я бы, конечно, подал. Просто подал, чтобы пресечь эту безумную пропаганду. Ну, боюсь, что они постесняются. Как мне сказали, собака не должна есть собачье мясо, по крайней мере, публично. Ну ладно, не слышно. На самом деле, то, о чем вы говорите, о том, что люди реагируют именно на угрозы, а не на какой-то позитив, это то, с чем мы работаем. Некоторые, особенно новые зрители, жалуются, Павел, почему у тебя все такие ролики, такие заголовки, то случилось, это случилось, восклицательные знаки. К сожалению, это особенность восприятия современного человека. Так нас зомбировали на телеящике. Чем больше жести, чем выше рейтинги, это с телевизора перекочевало в интернет, и любые конструктивные разговоры, они набирают, к сожалению, очень мало просмотров. Вот мы с Михаилом Геннадьевичем сколько раз обсуждали, как бороться конкретно с коррупцией. Но этот ролик наберет намного меньше просмотров, чем вот, поймали чиновника у него в квартире, столько-то коробок, вот сейчас ему вкатают срок. У меня есть еще лучший пример. Я в свое время писал книжки по простому принципу. Треть я пишу, как все плохо, треть я пишу, почему все плохо, и треть я пишу, как делать. Приходили ко мне люди на встречу с этой самой книжкой в руках, которая была исчеркана, закладки были золотой, человек прочитал все три трети, с карандашом в руках проштудировал, главный вест, законспектировал практически. Человек приходит и говорит, а почему вы ничего не пишете в своих книгах о том, что нужно делать? Я на него смотрю, смотрю на книжечку, и я жду увидеть, что две трети забиты закладками, а одна треть действительно чистая. Нет, все забито закладками. Ну давайте. Вот вы эту книжечку читали? Читали. Разворачивайте. Это же ваши пометки? Мои. То есть вы все это прочитали? Да. То есть вы прочитали то, что нужно делать, законспектировали это, пометки поставили, закладки положили и забыли через пять минут о том, что это есть. Выходит, да. Но вот такие особенности воспринимаются. Тоже нужно понимать, человек ждет услышать то, что касается его. Ничто должно делать государство. Ничто он должен требовать от государства. А что ему конкретно делать? Вот я живу в своем ПГТ. Вот я живу в своей некраске. Вот проблемы перечислены верно. Хорошо. Как мне их решать прямо сейчас? Вся система выстроена на то, чтобы он не мог даже теоретически взяться за решение этих проблем, потому что за это сразу тюрьма. Что, что для него проблема? Для олигархов заработок. И для чиновников повышение по службе. Вот. И он находится в состоянии выученной беспомощности. И он не верит уже ни в какой позитив. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, а что ты можешь сказать про выборы? Я говорю, ребят, это выборы не про власти. Это выборы про то, будут ли ставить опыты на ваших детях и будут ли вас сажать в тюрьму, если вы, не дай бог, заболеете после медицинского опыта. Точка. Друзья, конкретно сейчас предвыборная ситуация, нужно идти на выборы. Создавайте дома управления, создавайте профсоюзы, создавайте движение, объединение. Вся власть советом. Вся власть советом, правильно. Вы состоите со своими друзьями. Дорогие друзья, это был Михаил Григорьевич Делягин. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр, Михаил Григорьевич, всего вам доброго. И вам всего доброго. Счастливо. ПОДПИССКА� ПОДПИССКАЯ